Я хочу передать слово Айратову из Рахмана. Вы немножко позже подошли, и я, кстати, должен сообщить телезрителям, что у нас еще один спикер, немножечко опоздавший, профессор-биолог КФУ Нафиса Мансурн-Менгазов. Подошла. Добрый день, Александр Менгазов. И, Айрат, буквально два слова о себе, что и кого вы представляете, потому что вы немножко позже подошли, я вас никак не сумел отрекомендовать. Израхманов Айрат Шамильевич, я в данном случае представляю организацию под названием «Платформа 21». Мы занимаемся разработкой экологических докладов, экономических докладов. У нас такой консалтинговый центр, но мы работаем на общественных началах. Это сайт «Европейский Татарстан»? Так скажем, «Голос с окраин» говорилось о присоединении земель, и в данном случае генплан практически никак в лучшую сторону положение окраина не меняет. Присоединение в начале 2000-х годов окраин не привело к развитию этих территорий. Я не видел ни одного социологического исследования, как люди прочувствовали это. У меня есть просто субъективное мнение с разных окраин. Практически все говорят о том, что лучше бы мы остались с сельскими территориями. Потому что что мы видим на окраинах? Мы видим, что дороги там не развиваются, инфраструктура там не развивается. И даже сельские территории Татарстана живут лучше, чем окраины Казани. И происходит хаотичное развитие этих окраин. Вот сейчас конкретно вы какие окраины имеете в виду? Я говорю больше о том, что мне ближе. Это Аки, Кендери, поселок Нагорный, бывшая Сосновка, часть которой стала новой Сосновкой. Это 807-й километр и так далее. Можно говорить о Вознесении, можно говорить в том числе даже о Салмачах. Оттуда прошли просто дороги, которые соединили этот окраин. А внутри квартальное развитие его как такового нет. Я даже пример приведу. У нас для того, чтобы из поселка Аки попасть в поселок Новую Сосновку, между границами которого 400 метров буквально, нужно объехать огромное количество территорий. Через Сибирский тракт, через Дербышки, нужно на машине, чтобы оказаться между этими поселками. И люди между этим поселками передвигаются. Между Нагорным и Дербышками так же, как таковой, дорога только есть через Сибирский тракт. А люди-то не протоптали там эти 400 метров? Люди протоптали, люди ходят, люди пешком активно используют эти территории. Пешеходные маршруты, естественно, есть. Велосипедные маршруты есть, а вот автомобильных их нет. То есть, вот такой голос с окраин, да, и то, что, как бы, ну, личная боль за эти территории. И в генплане, генплан никак, знаете, территория не обращает внимания в плане именно развития. Вы имеете в виду сейчас проект вот этого генплана, который обсуждается? То есть, там тоже никаким образом инфраструктура не развивается? Соединяет эти окраины хордовой дорогой, да, а вот внутреннее развитие этих территорий. И природно-рекреационный потенциал этих территорий хищническим образом, ну, разбазаривается. Мы об этом немножко попозже поговорим, да, в том, что касается флоры, фауны, вот, сохранения редких видов и так далее, да. У меня вопрос по, вот, вы заговорили о транспорте. Мы снимали тут маленький сюжет, можем мы его показать по Салмачим, да. Это тоже в каком смысле была территория такая пригородная, да. Вечерняя Казань сообщает, что в многострадальный поселок Салмачи десятки домов, в котором оказались под угрозой сноса из-за близости к газопроводу, пришла еще одна беда. Местные жители выяснили, что новая автодорога по проекту генплана Казани пройдет не только через новую сосновку «Карьер» и «Большие клыки», но и по Салмачим тоже. Впрочем, немного погодя, вероятно, из-за массового возмущения жителей этих поселков, выяснилось, что новую сосновку проектировщики все-таки собираются помиловать. Остальным пока не повезло. Проезд 11 автомагистрали регионального значения с 50-метровой полосой отчуждения отправляет под нож бульдозера около сотни домов в Салмачах. Это то, что касается домов в Салмачах. А вот в Нагорном уничтожить планируются не только жилые строения, но и приличный кусок дербышкинского леса. Все это происходит, к сожалению, в негативном тренде безвозвратной исчезающей зеленой зоны в Казани. Безусловно, все происходящее вызывает вопросы как городским властям, так и специалистам и экспертам, которые могли бы разъяснить логику действий разработчиков проекта жителям Казани. По Нагорному здесь было озвучено. По Нагорному, слава богу, разработчики сказали, что будут менять развитие дорожной сети. Соответственно, разработчики услышали голос окраин. Но вот делая дороги, опять же, хордовую дорогу между окраинами, что они предлагают в инфраструктурном отношении этим окраинам? Только дорогу, которой будут пользоваться все казанцы, то есть проходной двор, это один момент. И второй момент по поводу сноса домов. Это немножко другая проблема. Я сейчас говорил об окраинном развитии. Но даже если ссылаться на вот это движение, которое возникло в Казани, пока хаотично возникло относительно сноса домов. Много поселков, да? Более практически 20 групп ВКонтакте только появилось против прохождения дорог. В Вознесенской, Саумыче, Новая Сосновка и так далее. Посмотрите контент, посмотрите там сколько людей в этих группах. Как это все это кипит. Но эта проблема привела в слушаниях по генплану к другой немного проблеме. За счет голосов этих окраинов не было слышны мнения относительно концептуальных решений по генплану. Утонуло все это в проблемах Новой Сосновки, Вознесенской и так далее. Это вы сейчас очень интересное замечание сделали. Это называется о вреде общественных дискуссий. То есть, когда какая-то мелкая частная проблема начинает доминировать, извините за грубость, кто громче кричит, тот оказывается прав и начинает идти на поводу. Но это, как бы помягче выразиться, должно же быть все-таки у серьезных ученых, у проектировщиков, у властей, в конце концов, некий холодный разум и стратегическое мышление. Если на каждый такой крик мы будем реагировать и что-то там спешно менять, здесь дорожку, здесь дорожку. Я почему мы этот сюжет показали по Салмачам, потому что я тоже читал и слышал из разных источников, что вот там тут 100 домов, там еще сколько домов. Но я, откровенно говоря, с большим скепсисом к этой информации отнесся, потому что я не могу себе представить, а как можно было проектировать, да, таким образом, что вот танк пошел и там раз, мы говорим о том, что не развиваются пригороды, вы говорили в частности, но даже там, где вот они вроде бы развиваются, люди построили дома добротные, дорогие коттеджи, менее дорогие, да, где-то асфальт там проложили за свой счет, газификацию, то есть коммуникации подвели, а теперь им говорят, да, ну ладно. Вот кто-то может внятно ответить? Давайте мы по очереди посмотрим. На мой взгляд, здесь проблема такая. Недостаток данного генерального плана заключается в том, вот в части, например, транспортной магистрали, если взять, да, то, что они рассматривали общую схему движения автотранспорта и разгрузку основных транспортных магистралей в городе. А вот если рассмотреть территории, которые присоединены Казани, они должны иметь несколько иной статус. Мы их присоединили к городу, да, но они поселкового типа, и здесь должны были быть не сквозные магистрали, которые рушат и корежат все, природу, так сказать, и дома, а должны были быть дороги, обслуживающие эти поселки. То есть практически внутрирайонные. И радиальными дорогами они связаны с центром города. Тогда бы у нас этих дух, которые, так сказать, прошибают, так сказать, все это дело насквозь, не было бы. Мне кажется, в этом концептуальная ошибка. Да, Тахир, вы согласны с этой точкой зрения? Да, частично, конечно, согласны. Если можно, коротко. Есть другая проблема. Микрофон поближе к себе. Как только вот эти хордовые дороги, я их не называю кольцами, потому что они не замкнуты, хордовые дороги, как только построятся, создадутся новые проблемы. То есть там вырастет еще город, и транспортные проблемы еще больше. Вдоль дорог вы имеете в виду? И поэтому институт генплана Москвы создает проблемы еще и на будущее. То есть конфликтная ситуация, и качество жизни будет падать. А проблема в чем? Площадь города сейчас 65 тысяч гектаров, то есть 650 квадратных километров. Вот мы за ближайшие 15, даже 55 лет, город на этой большой территории не построим. И поэтому задача построить полицентричный город. Вот весь город трогаться ни в коем случае нельзя. Допустим, развивать 2, 3, 4 центра, построить действительно настоящий город, где городская жизнь будет организована. Вот в принципе, вот как городской центр, у нас фактически только квартала. Остальной город у нас где-то нечто среднее между деревней и городом. А будущее Казань должно быть современным городом. И для этого, во-первых, нужны новые территории, которые есть. Почему? Потому что изменились строительные технологии. Вот, например, у нас под Кремлем прямо от личного порта до Победилова 2-3 тысячи гектаров земли под водой лежит. Под водой, где метра-полтора-два глубина. И потом, значит, очень много оврагов прочих, раньше которые считались, в общем-то, непригодными для строительства, а сейчас они, в общем-то, при новых технологиях даже предпочтительны. Для прокладки транспортных коммуникаций? Для транспорта и для строительства домов, и жилья. Дом в овраге. Ну, не знаю. Нет, тут очень хорошие места. Хорошо, спасибо вам большое. Юля, что-то есть добавить еще? Основная проблема, как я вижу, этого генплана, это действительно люди и природа. То есть проблема генплана люди? Проблемы, которые создает новый проект генплана, они связаны с людьми, с местными людьми, которые уже живут в какой-то части города, и с природной территорией, которые, по сути, создают комфортную среду для этих жителей. То есть решая проблемы интересантов, как бы, может быть, более высокого порядка, финансовых структур, девелоперов, забыли о тех, кто составляет, собственно, суть города, о самих людях, ради которых это делается, об их комфорте. И вот очень правильно было замечено, что это вызвало ряд частных проблем, но они все типологические, эти проблемы. И Салмачи, и Вознесение, и Нагорный, то футболки, насчет которого я здесь нахожусь, это Казанка, большая зеленая территория на Гаврилова, они все типологические, они все одного порядка. И, как правильно здесь было замечено, если мы все-таки пойдем от общего к частному, важный недостаток именно проекта, такой концептуальный недостаток, это достаточно большой документ с теоретической частью, с практическим обоснованием, но по своей ценности, по своей смысловой нагрузке, он аналогичен, скажем так, техническому плану развития на ближайшие несколько лет. И действительно, это девальвирует понятие генплан как ключевой стратегический документ. Подобные генпланы, они не решают проблемы стратегического развития Казани, в принципе, казанской агломерации. И этот конкретно проект работал прекрасный институт, работали прекрасные специалисты. Были потрачены большие финансовые средства на эту разработку. Я не считала деньги. 85 миллионов рублей, я надеюсь, не долларов, слава богу. И, к сожалению, это все сейчас приводит к такому пшику. То, что мы увидим социальные высказывания, напряженность. Это все на самом деле такая псевдодемократия, псевдообсуждение. Потому что решения все равно принимаются не на этом уровне и не учитывают ключевых моментов. Что можно было сделать на самом деле? Юлия Ильберовна, вы так говорите, что мне остается только взять и сказать, ребята, заканчиваем. Но мы, тем не менее, что-то хотим обсудить и к каким-то выводам прийти. Не будьте так пессимистичны. Мне очень жаль, на самом деле, что здесь не пришли ни представители власти, ни представители генпроектировщиков, потому что многие из этих реплик, наверное, было бы справедливо адресовать им и получить от них ответ. Я хотела сказать о такой проблеме. О ней, наверное, никто не скажет. Сейчас все, что связано с планированием территории, я говорю как специалист именно в области терпланирования, сейчас даже не как активист. Мы не только жители, не только здесь находящиеся, слушающие, в принципе, население Земли сейчас стоит на пороге очень больших изменений. Еще в 70-х годах прошлого века Медоус, Пестель, за ними еще ряд исследователей, сделали расчеты. И копийцы наши российские тоже делали расчеты. Они анализировали различные параметры, но все пришли примерно к одной точке, что с 2015 по 2040 года возможны серьезные, критические, можно сказать, катастрофы планетарного масштаба. Они могут быть вызваны в разных расчетах, разными причинами. И перенаселение, и технологические проблемы, и истощение биоты. То есть человеку в том мире, который сейчас сформулируется... И по нему уровню мирового океана. Да, места может не найтись. И вот это мощнейший вызов. Существует мощнейшая научная доказательная база, которую можно было анализировать на данных показаний по нашему конкретному региону. Потому что сейчас нет единых правил, скажем так, была конференция ООН в 2002 году, страны не договорились. Не существует единственных региональных правил, по которым должны развивать устойчивость территории разные регионы. Но это не значит, что регионы не должны эту работу проводить. И в рамках генплана такие расчеты на нашем материале, какие у нас опасности, какие у нас критические ситуации могут возникать, чего нам стоит бояться. А и, самое главное, что позволит сделать города или агломерации Татарстана, и в том числе Казань, устойчивыми. То есть такими, которые даже в случае наступления этих кризисов сохранят своих жителей, сохранят их численность, их здоровье. Какие должны быть параметры этих городов? Вот об этом, к сожалению, в этом генплане нет ни слова. Я думаю, Юлия Ильдаровна, спасибо вам, во-первых, за то, что вы подняли нас на такой глобальном уровне, опустили в океанические глубины. Вот так у вас амплитуда выступления. Но я довольно скептически отношусь ко многим решениям органов власти и управления. Но здесь я, наверное, должен сказать два слова в их защиту. Если уж в ООН не сумели договориться о критериях и общих правилах, как строить концепции регионального развития, развития городских агломераций, требовать этого от института генплана Москвы, или тем более, ну скажем, от советника меры господина Фомина, ну, наверное, это как-то... Хотя я понимаю, что к этому надо стремиться, что это действительно, то, о чем вы говорите, это очень злободневно. Все включено, вы можете говорить, если есть. Я вот продолжу. Да. Может быть, то, с чего начала Юля. Вот знаете, что касается института Непигин, плана развития Москвы, это ведь классические вещи существуют. Есть вопросы развития городов в гармонии с окружающей средой. И уж эту теорию они прекрасно знают. И эта теория, она общеизвестна для многих градостроителей. Я о многих из них слышал от градостроителей, а даже не от экологов. Например, концепции живого ландшафта, концепции экологического каркаса, концепции зеленых коридоров. Вот эти концепции открытых пространств, скажем так, да? То есть они все работают на то, чтобы город был экологичен, чтобы город был благополучен. Концепции работают? Не концепции. Работают, если их осуществляют, естественно. Это все концепции будут работать, если их осуществляют. Городостроители. Поэтому, когда города развиваются, существуют определенные нормы возеленения, существуют определенные теории о том, как надо развивать города, в том числе исторические, старые, к какому относится Казань. Она ведь достаточно проста изначально в своем построении. Она шла в радиальном развитии. От Кремля как бы мы шли и многому способствовали водные объекты, потом зеленые массивы, которые входили в планировочную структуру, носились какие-то изменения в связи с расположением природных объектов. Да и те же самые овраги, о которых сейчас говорили. Не надо ничего в них, ни дороги прокладывать, ни гаражи строить, ни подземные. Как правило, это места сохранения какого-то особого биологического разнообразия, которое только здесь и может быть встречено. Да, у нас в оврагах кто-то только не сохраняется. Ну, в том числе и асоциальные элементы, я так понимаю. Поэтому, вот когда мы рассматриваем генплан через призму концепции развития городов в гармонии с окружающей средой, мы видим, что вот этот генплан, он ему не отвечает. И мне это очень обидно. Видите, вот я работала как консультант, как эксперт во многих, во многих, в общем-то, генпланах и в прикорректировках генпланов. То есть за свою жизнь мне пришлось четырежды участвовать в этих работах. И поэтому, может быть, больше всего каких-то таких, скажем так, неположительных моментов обнаружилось именно в этом генплане. Но здесь вы не работали как эксперт. Что? Я приглашалась периодически, как эксперт, периодически приглашалась. Причем была обозначена в документах на приглашение как житель города Казани, как, кстати. Красота. И мы все практически архитекторы, проектирующие. Мы, конечно, жители. И поэтому вот я помню, сколько проходило, вот как присутствующий эксперт, я помню, сколько проходило заседаний по дорогам. Их было великое множество. То есть каждый раз по экологии одно-два, например, а по дорогам несколько проходило. И вот был такой очень сильный перекос на дорожное развитие. И теперь, когда мы видим генпланы, когда мы видим огромное количество дорог, и мы слышим, например, ответ, а эта дорога должна быть здесь проложена. Она должна быть, потому что вот эти два поселка надо соединить друг с другом. А то, что эта дорога проходит, извините, через ценнейшие природные объекты, это как бы не должно никого волновать. Понимаете, вот это слово должно. Она по жилью людскому проходит, не только по природным объектам. Она и по поселкам проходит. Поэтому вот когда вдруг пошла волна десяти, по-моему, поселков, десяти населенных пунктов, о том, что дороги затрагивают их жилье и затрагивают природные объекты, расположенные рядом, то и пошел некий перекос внимания именно на эти проблемы. А вот именно на проблемы экологии, я считаю, на экологические проблемы, они только все время вскользь всплывали. Хотя по ним колоссальное количество замечаний, вот именно в отношении генплана, колоссальное количество замечаний. Я всегда печально шучу, что жители еще могут протестовать, а белки и лисицы в пикеты не будут. Понимаете? Поэтому вот у меня такая печальная шутка просто есть. И я могу назвать вот природные объекты, которые очень сильно страдают в результате генплана, по многим из ним еще надо изучать ситуацию. Иногда вот смотришь на генплан, кажется вроде бы нормально, начинаешь влезать глубоко, рассматриваешь со всех сторон и видишь, что нет, оказывается, тут тоже есть воздействие. Очень сильно страдает Белянкинский лес, который находится вот, Аки, Дербышки, я тоже поклонник всех этих территорий и жительства в какой-то мере. Белянкинский лес – это вообще территория, скажем так, стратегического ресурса. Это зона подземного водозабора. Белянкинский лес стоит на подземном водозаборе города Казани. Это знаменитые Белянкинско-Акинские ключи, которые еще в 1866 году наши казанские химики рекомендовали для водоснабжения. И это первый казанский водозабор. Это исторические места, это культурные места, это места, связанные с прохождением войск Азенской дивизии. И вдруг по ним прямо спокойно, со всех сторон застройка, и неважно, что тут родники, ключи, истоки речек, неважно, вот везде плотная застройка. Более того, застройка прямо непосредственно в сам Белянкинский лес, внутри него, на поляну. Вот это, знаете, ничего кроме потрясения от этого не испытываешь, потому что понимаешь, что стратегический ресурс, он тоже может быть уничтожен. Просто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова